Здравствуйте, уважаемые любители шахмат. Меня зовут Евгений Гринес. Добро пожаловать на шахматную школу Евгения Гринеса в интернете grinis.de И этим видео я открываю новую серию, которую я назвал Самые полезные шахматные партии. В этой серии я хочу показывать различные партии, которые с моей точки зрения могут быть очень полезны шахматистам, желающим улучшить свою игру. Это будут партии тактического характера. Или наоборот, представляющие различные элементы шахматной стратегии, позиционной игры. Партии, которые могут быть важными для отдельных дебютных систем, или для эндшпиля, или для миттельшпиля. Сегодняшняя партия, которая открывает эту новую серию, которую я вам хочу сегодня показать, меня просто восхитила. И это никакая не знаменитая партия, и никакая не очень известная партия. И я сам совершенно случайно недавно наткнулся на эту партию. Эта партия была сыграна в 1988 году на шахматной олимпиаде в Тессалонике. Белыми играл международный мастер из Дании, Карстен Хой. Элло, в то время 2340. Его противником был сильный американский гроссмейстер русского происхождения Борис Гулько. Элло, в то время 2590. Я специально говорю в то время, потому что в 1988 году эти Элло значили гораздо больше, чем сейчас. Их нельзя сравнивать с теми Элло, которые в 2013 году существуют. Белые пошли Д4. Чёрные ответили Е6. Гроссмейстер приглашает белых к французской защите, которая получится, если белые пойдут Е4, чёрные ответят Д5. Но белые играют КНФ3. Белые хотят играть дебют ферзевых пешек. А именно систему Колли. Чёрные играют С5. Белые ответили Е3. После Е4 возникала позиция фицильянской защиты. Нормальная позиция, которая после Е4 С5 КНФ3 Е6 Д4 возникает. Но это, по-видимому, не входило в планы белых. Ход С3 также возможен. Но белые играют Е3. Этим ходом они показывают желание играть в систему Колли. Или, может быть, в систему Сукерторта в дебюте ферзевых пешек. Чёрные играют КНФ6. Слон Д3. Б6. Чёрные не играют здесь Д7, Д5, что привело бы или к системе Колли, или к системе Сукерторта. Они играют в систему, которая напоминает скорее новоиндийскую защиту. Или новоиндийское построение. В котором чёрные хотят контролировать поле Е4 с помощью коня и слона, который выйдет на поле Б7. А Д5 чёрные играть не планируют. Рокировка. Слон Б7. Вот это то, о чём я говорил. Идея чёрных взять в тиски поле Е4 без проведения Д5. Белые играют Конь БД2. И в план Белых возможно входит С3 и с последующим ходом Е4. Чёрные берут на Д4. И они этим не позволяют Белым играть позже Е4. Именно эта система с ходом С5 бьёт на Д4. Была рекомендована многими другими гроссмейстерами против дебюта ферзевых пешек. И рекомендована как самая сильная для чёрных. Белые играют Е3 бьёт на Д4. Слон Е7. Ладья Е1. В белых возникла полуоткрытая линия после того, как пешка взяла на Д4. Приоткрылась линия Е, поэтому они играют ладья Е1. Рокировка С3. Вот такое построение пешек характеризует систему Колли. Ферзевых пешек. И чёрные играют здесь А5. Они не играют Д5. Потому что ход Д5 блокирует диагональ слона Б7. И после КЕ5 Белые стояли несколько лучше. И имели шансы на атаку на королевском фланге. Благодаря ходу КЕ5. Возможно, в дальнейшем последовал бы ход Ф2, Ф4, укрепляющий позиции КЕ5. После чего Белые могли сыграть Ф3, возможно, Ф3, с планами атаки на короля. Ф3, после КЕ5 белые стояли несколько лучше. Но чёрные играют Д6. Во-первых, они отнимают у белых поле Е5, на которое часто стремится этот конь. И они не блокируют диагональ своего слона. И вот это построение похоже на систему Ежа, которая возникает в сицилианской защите с пешками Д6 и Е6. Со слоном на Е7. Со слоном на Б7. Чёрные держат под контролем поля Е5 и Д5. Белые сыграли ферзь Е2. Чёрные играют ладья Е8. Этот ход входит в систему Ежа. Ладья становится напротив ферзя белых. И это может быть чёрным в дальнейшем полезно. Скажем, потом, возможно, у чёрных может быть ход Е5. или, если белые атакуют и пешка Е может уйти, тогда ладья станет против ферзя. Белые пошли Конь Ф1. Конь БД7. Конь не перегораживает диагональ своего слона, т.е. чёрные не играют Конь С6, чтобы оставить открытую диагональ слона. Это также все эти ходы входят в систему Ёж. Белые играют Конь Ж3. Стратегия белых состоит в том, чтобы накопить как можно больше сил на королевском фланге, для атаки на королевском фланге. Поэтому они перевели коня на Ж3. Чёрные играют Ф8. Этот манёвр входит в систему Ёж и рекомендован многими известными гроссмейстерами именно этот манёвр. Бывает ещё манёвр Конь Ф8. Заранее защищая королевский фланг. Но рекомендуется именно ход Ф8. У чёрных появляется возможность пойти потом Е5 при случае. И открывается ладья против ферзя. Ф8. Так что можно сказать, что гроссмейстер Гулько знал, что он делал. Слон G5. Связка и чёрные пошли H6. Этот ход конечно немного ослабляет позицию рокировки чёрных на королевском фланге. Но чёрные хотели прогнать активного слона. Белые отходят на D2. Чёрные играют Ф7. Этот ход также относится к системе Ёж. Такое построение можно увидеть при слоне на B7. Такое построение можно встретить и в сицилианской защите, и в английском начале. Ф7. Ну и вот в других дебютах, как выясняется, в таких дебютах, как дебют ферзевых пешек. Белые играют здесь слон C2. Они планируют установить батарею из ферзя на поле d3 и слона на поле c2. Чёрные играют в слон d5. С надеждой взять под контроль поле c4. Другие возможные продолжения. Кстати, вот здесь видно, почему чёрные не ходили d5 пешкой и оставили это поле для своих фигур. Часто сюда может еще становиться конь на это поле. Но гроссмейстер Гулькоп решил поставить здесь слона. Другие возможные продолжения в этой позиции, входящие в схему ёж. Ладья А на c8. Или может быть e5. Слон d5 было сыграно. Белые играют b3. Они конечно не дают чёрным занять поле c4, но несколько ослабляется и пешка на c3. Чёрные ответили ферзь b7. Это выглядит очень хорошо. чёрные создают давление по диагонали a8 h1 на f3 на pg2. Конь h4. Белые временно избегают сдвоения своих пешек после взятия слоном на f3. И рассчитывают на то, что чёрные ослабят свой королевский флаг. То есть белые приглашают чёрным сыграть g5 и тогда они должны снова вернуться на f3. Пока чёрные играют b5, препятствуя ходу белых c4. Ферзь d3. Белые смотрят на королевский фланг чёрных на поле h7, которое пока защищено f6. И здесь чёрные сыграли g5. Очевидно это ослабляет королевский фланг. Но вероятно гроссмейстер гулько хотел играть активно, немножко рисковал, чтобы эту партию, которую он играл против более слабого противника, согласно рейтингу, играть на победу, фланг, вероятно была нужна американской команде. Конь f3. Слон берёт на f3. чёрные надеются, что сдвоенные пешки белых компенсируют слабость пешки g5. gf. Тем не менее, белые хотят показать, что открытая для них сейчас линия g может сыграть важную роль при атаке на королевском фланге против чёрного короля. Слон g7, прикрывая короля, и белые играют h4. белые жертвуют пешку для вскрытия линий. Гроссмейстер берёт и этот ход вынужден. Иначе белые бы сами побили на g5 и выиграли бы эту пешку. Но сейчас линия g вскрылась полностью. Конь e4. Атакована пешка d6, чёрный играет fc6. король h1. Король уступает место ладье на g1, поле g1 для ладьи, которая станет против короля чёрных на линию g. манёвр часто встречается в других позициях, вообще в шахлатах. Когда король идёт в угол, часто бывает пешка, правда, на h2, которая несколько прикрывает короля. Здесь он приоткрыт с этой точки зрения, но защищён конём и пешкой. Но этот отход коня в угол короля и с дальнейшим ходом ладьи на g1 встречается очень часто. Чёрные пошли конь h5, заранее защищая слона g7. Одновременно гроссмейстер ставит своему противнику ловушку. Белые играют g1. Но какую ловушку имел ввиду гроссмейстер гулько? у х6 у белых был заманчивый вариант. Начинающийся ходом конь b6. Ферзь бьёт d6 ферзь h7 шах. Т.е. Конь взял пешку и освободил дорогу ферзю. Король f8. Слон бьёт h6. Конь d на f6. Слон берёт на g7. Конь берёт на g7. Ферзь h8 шах. Король e7. Ферзь берёт на g7. У белых лишняя пешка и кажется, что у них неплохо. Но чёрные отвечают. Ферзь f4. Ферзь g2. Ладья g8. Ферзь h3. Ладья a на c8 нападает на пешку c3. Если белые защищают её ходом ладья e3, то чёрные играют ладья g3. И после fg. Ферзь берёт на e3. Ферзь h. Ферзь берёт на c3. И у чёрных выигранная позиция. Атакованная ладья, слон, пешки. Эти варианты продемонстрировала шахматная программа фриц. Ферзь. Может быть, гроссмейстер имел ввиду такую ловушку. Но белые ответили ладья g1. Ферзь f1. Король f8. Похоже на то, что чёрные стоят нормально и смогли защититься. Но в этот момент белые наносят первый удар. И я советую вам для тренировки комбинационного зрения и расчёта вариантов нажать на паузу. Видео тогда приостановится. Потом вы сможете его в любой момент дальше пустить. И подумать, как бы вы здесь продолжали. И попробовать посчитать варианты на несколько ходов. Белые сыграли. Ладья бьёт на g7. Устраняется главный защитник королевского фланга. Здесь у чёрных два продолжения. Король бьёт на g7. Или, может быть, конь бьёт на g7. Гроссмейстер сыграл. Король бьёт на g7. Но, может быть, лучше было конь бьёт g7. Белые, конечно, отвечают. Слон бьёт на h6. У белых сильная атака. А возможно, решающая атака. Например, лучший ход здесь за чёрных. Это f5. И здесь шахматная программа фриц демонстрирует варианты, которые заканчиваются победой белых. И начинаются ходом. Слон бьёт на g7 шах. Король бьёт на g7. Ладья g1 шах. И сейчас у чёрных есть несколько отходов короля. h8, h7, h6, f8, f7. Давайте посмотрим красивые варианты, которые показывает здесь фриц. Ладья е7, fg5. Ладья h7, f6. Ферзь бьёт f3 шах. Король h2. Ферзь бьёт f2 шах. Ладья g2. И белые выигрывают. Потому что грозит. Ферзь g8 шах. И на ладья бьёт g8. Ладья бьёт g8 мат. Другое продолжение после ладья g1. Король f8. Ферзь d2. Король f7. Ферзь h6. Ладья f8. Ладья g7 шах. Король e8. Ферзь бьёт на e6 шах. Король d8. И в этой позиции красивый ход. Конь c5. И белые выигрывают. Например, связка. Нельзя бить коня пешкой. Ферзь f3 шах. Потому что теряется ферзь. А если конь берёт на c5, то ферзь e7 шах. И на отход короля ферзь берёт на f8. И потом мат. Ферзь e8. Ферзь берёт на e8. Но можно сыграть ферзь f3 шах. Король g1. И нет ни одного шаха. И после конь бьёт c5. Ферзь берёт на d6 шах. Король c8. И ферзь берёт на f8 мат. Или, конечно, ферзь c7 мат. Другая возможность после ладья g1 шах. Король h7. Конь g5 шах. Король h8. Конь f7 шах. Король h7. И теперь красивый ход, который наш помощник за кадром видит. Ферзь берёт на f5 шах. Еf. Слон берёт на f5 мат. Все поля отняты у короля. Красивый мат в варианте. И ещё одна возможность после ладья g1 шах. Это король f7. Конь g5 шах. Король e7. Ещё один удар. Конь бьёт на e6. Король берёт на e6. d5 шах. Вилка на две фигуры. Но чёрные берут на d5, конечно. И теперь следует комбинация на отвлечение. Отвлечение короля от защиты ферзя. Ладья g6 шах. Конь f6. Ладья бьёт на f6 шах. И после король бьёт f6. Ферзь берёт на d5. И белые выигрывают. Это говорит о том, что ход конь бьёт на g7 не помогал. Возможно, гроссмейстер видел какие-то варианты из тех, что мы смотрели. Или просто мог оценить позицию, что после слон берёт на h6. И связки коня его позиция была бы плохая. Поэтому он пошёл, король берёт на g7. И в этой позиции я говорил о том, что после короля f8 g7, ладья бьёт g7, король бьёт g7. Фриц не видит здесь. Фриц, который умеет считать тактические варианты на много ходов вперёд. И мы видели, какие варианты он показывал. И в этой позиции он не видит хода, который сделали здесь белые. Хотя он оценивает эту позицию как лучшую для белых. И рассматривает ходы здесь ладья g1, шах. После короля f8, c4. Или сразу c4. Или он рассматривает ход f3. Но тот ход, который сделали в этой позиции белые, Фриц не видит. Сможете ли вы его увидеть? Международный мастер сыграл. Слон берёт на h6, шах. И даже в этот момент фриц ничего не понимает. Он думает, что после король берёт на h6. Ферзь e3, шах. Чёрные могут защититься. Гроссмейстер сыграл король бьёт h6. И только в этот момент, после долгого обдумывания, Фриц понял, как белые задумали продолжать. Белые не играют здесь ферзь e3, шах. А делают тихий ход. Ладья g1. И сейчас чёрные проигрывают. Так как их король отрезан по линии g. У чёрных нет защиты. Гроссмейстер здесь сыграл f5. Возможно, это лучший ход, как он считал. Но у чёрных вообще нет других ходов. В смысле нет ходов, которые бы могли их спасти после ладья g1. Например, у белых... Белые здесь кое-чем угрожают. Чтобы увидеть, чем они угрожают, давайте сделаем за чёрных слабый ход. Просто, например, a6. Тогда следует ферзь e3, шах. Король h7. Конь f6. Двойной и вскрытый шах. От которого у чёрных только одна защита. Уход короля на h8. И ферзь h6 мат. Вот такая прямая угроза белых после хода ладья g1. Конечно, чёрные её увидели. Сыграли f7, f5. Но, может быть, фриц показывает, что у чёрных были другие возможности защиты. Например, f4. Нападая на ферзя и планируя после ферзь e3 сыграть e5. Защитить коня. На ход f4 белые бы сыграли конь g5. Оставляя ферзя под боем. Если конь бьёт на d3, конь берёт на f7 шах. Король h7. Слон берёт на d3 шах. Единственная защита ферзь e4. И слон берёт на e4 мат. Все поля отняты у короля. Конь отнимает поля h8, h6. Ладья отнимает все поля по линии g. Также после конь берёт на f7 шах. Не помогала король h5. И за ладья g5 мат. Также после конь g5. Если не брать ферзя, а пойти f5. Белые играют ферзь e3. И выигрывают, просто забирая коня на f4. Потому что если защитить коня, то конь f7 шах. Король h7. Слон берёт на f5 мат. Подобный тому, который мы видели до этого. Значит, конь f4 не помогал. Также не помогал ход после ладья g1. e5. С идеей на ферзь e3 сыграть конь f4. Снова следовал ход. Конь g5. Черные здесь могут попробовать e4. Конь берёт на f7 шах. Король h7. Ферзь e3. d5. Защищая ферзём поле h6. f7. ФЕ. Грозит или e5 или ed. dE. И белые, которые сейчас играют без ладьи, играют, как ни в чём не бывало. Как будто ничего не произошло. Ладья g4. Например, конь g7. Ферзь g5. Ферзь f6. Ладья берёт на h4 шах. Король g8. Конь h6 шах. Король f8. Если пойти король h7, то конь g4 шах. Забирает ферзя. Скрытый шах. А после короля f8 связка ладья f4. Связывается ферзь. Позади Москва. И белые выигрывают. Поэтому последняя возможность чёрных, как сыграл гроссмейстер Гулько, f5. Белые сыграли ферзь e3 шах. И чёрные ответили f4. На король h7. Белые бы сыграли ферзь g5. Например, конь df6. Конь берёт на f6. Конь берёт на f6. Ферзь g7. Мат. Ферзь g6 шах. Ферзь g6 шах. Король e7. Ферзь h7 шах. Король d8. Ладья берёт на g8 шах. У белых уже лишний слон и пешка. Ферзь g6 шах. Ферзь e3 шах. Ферзь g6 шах. Ферзь g6 шах. Ферзь g6 шах. Ферзь g6 шах. Попробуйте угадать следующий ход белых. Ферзь g6 шах. Ферзь g6 шах. Как бы вы здесь пошли? Вы имеете здесь снова хорошую возможность сделать паузу. в видео и попробовать найти ход за белых. У белых под боем ферзь, и они играют... Конь берёт АД6. Блестящее продолжение. Гроссмейстер взял ферзь бьёт Д6. После взятия, если бы он взял ферзя, вернее, у него был шанс После взятия ферзя очевидно, что конь f7 мат. Снова у короля нет ни одного хода. Но у чёрных здесь была возможность может быть сыграть конь g3 шаг с блокадой линии g. Может это было лучше? Оказывается, что нет. Ладья берёт на g3. И теперь hg ферзь берёт на f4 шаг. Если здесь король g7, ферзь f7 шаг. Король h8, ферзь h7 мат. Или король h6, ферзь g6 мат. А после ферзь f4, король h5, ферзь g4 шаг. И после король h6, ферзь g6 мат. Значит, конь g3 в этой позиции не помогала. А в случае ладья e7, Белые играют ладья e7, прикрывая поле f7. Белые играют, делают отвлекающий ход. Ферзь бьёт на e6 шаг. Если ладья бьёт e6, то конь f7 мат. А если конь h на f6, ладья g6 шаг. Король h7. После король h5, конечно, ферзь f5 мат. Король h7, ферзь берёт на e7 шаг. Король h8, ферзь g7 мат. Значит, после конь берёт на d6. Только ферзь бьёт d6. Ещё вот даёт какое-то сопротивление. И здесь... Как играть белым? Всё это хорошо и прекрасно. Они сыграли. Конь берёт на d6. Ферзь побил. Как продолжать? Ферзь d3. Белые угрожают матом на g6 и на h7. Например, конечно, не помогает e5, защищая поле g6. И за ферзь h7 мат. Но чёрные делают ход конь f8. Защищая поля как h7, так и g6. Как бы вы здесь сыграли? Жаль, правда, что наш помощник за кадром показывает решение этой позиции. И тот ход, который сделали здесь белый. Они сыграли ферзь h7. И в этой позиции гроссмейстер гулько сдался. После хода конь бьёт h7. Следует ладья g6 мат. Ипполетный мат. Ипполетный мат. Ладьёй. Под защитой слона. У белых нет ферзя. Двух коней. Или одного, можно сказать, и ладьи. Осталось слон и ладья, которые оставят мат. Который называется ипполетный мат. Король чёрных получил ипполеты в виде своих кадей, как погоны в карточной игре в дурака. Он получил на погоны, и ладьи оставят мат. Такой мат я лично больше нигде не видел. И эти все красивые варианты и атаку, которую организовал международный мастер в этой партии против гроссмейстера, я не видел. Я видел бессмертные партии. Я видел другие знаменитые партии. Но это простая партия. Хой против Гулько. Не уступает знаменитым партиям прошлого. Я надеюсь, что эта партия и мои комментарии вам понравились. Но остаётся вопрос, почему я отнёс эту партию к самым полезным партиям. Что вы можете из этой партии подчеркнуть? Это, конечно, метод атаки на короля, который продемонстрировали белые. Но также и дебютная стратегия и подготовка атаки на короля. Особенно в варианте в системе коле в дебюте ферзевых пешек. Может быть, после этой партии вам захочется самим играть в систему коле. И тогда я приглашаю вас на мою страницу на сайт greenis.de, где есть страница, посвящённая дебютам ферзевых пешек. И это также, конечно, характерно именно против игры в системе Ёж. В дебюте ферзевых пешек, когда чёрные встречают её системой Ёж. Которая, в общем-то, считается одной из сильнейших построений. Это было моё первое видео из серии «Самые полезные шахматные партии». И, как во всех моих видео, вы найдёте в описании под видео на Ютубе интересные ссылки на соответствующие страницы шахматной школы Евгения Гриниса. Чтобы увидеть больше, чем одну ссылку, нужно открыть описание в полном объёме. И тогда вы попадёте на страницы, где вы можете разыграть тысячи шахматных партий совершенно бесплатно в интернете. Инструкцию вы можете найти на странице «Изучение партий». До свидания! Продолжение следует...